МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За первые полугодия 2021 года было проведено более 200 личных приемов населения. Большинство проходили в дистанционном режиме при использовании различных средств связи. На заседании отметили и достижения некоторых окружных депутатов, в том числе на региональном и федеральном уровнях. Со своим проектом поддержки родителей больных детей волонтером года стал Павел Бережанский. За эту работу он получил премию «Мы вместе» из рук президента России. А Ирина Грабарчук победила в конкурсе лучший председатель Совета многоквартирного дома Московской области. При этом глава муниципалитета Андрей Иванов оценил совместную работу исполнительной власти с Советом депутатов в 2021 году как успешную. В течение всего года мы с вами не сбавляли темп работы. Каждый месяц объявляли о новом строительстве или завершении какого-то масштабного проекта. И все это в том числе благодаря нашей с вами слаженной работе, той поддержке, вниманию, которую нам оказывает правительство Московской области, лично губернатор. И весь тот темп, то внимание к нашим задачам, проблемам и к той работе, которой мы занимаемся, уверен, что мы продолжим и в 2022 году. Один из ключевых пунктов повестки заседания – утверждение бюджета округа на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. По сравнению с проектом, который рассматривался на публичных слушаниях, расходы были увеличены на строительство и капремонт объектов соцназначения, реконструкцию очистных сооружений в поселке Горки-10, внедрение системы наблюдения и оповещения в подъездах жилых домов, доходы за счет получения субсидий и субвенций. Доходы бюджета округа – 30 миллиардов 67 миллионов рублей, рост по сравнению с проектом, рассмотренным на публичных слушаниях, на 105 миллионов рублей, расходы составили 32 миллиарда 146 миллионов рублей, рост на 48 миллионов рублей. Соответственно, дефицит бюджета снизился на 57 миллионов рублей. Еще один серьезный вопрос – утверждение генплана Одинцовского округа. Он подразумевает развитие территорий муниципалитета, в том числе строительство жилья и соцобъектов, улучшение транспортной инфраструктуры. В мае были проведены публичные слушания. Состоялось 236 собраний по каждому населенному пункту округа. Около 70% предложений жителей было учтено в представленном проекте. В период проведения публичных слушаний было обработано более 29 тысяч обращений от участников публичных слушаний. Исключая повторяющиеся предложения и замечания, в заключение было включено 1417 предложений и замечаний. Несмотря на бурное обсуждение каждого из этих вопросов, оба были приняты большинством голосов. Наталья Кончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.